Разговор лидеров стран СНГ и флеш-интервью Александра Лукашенко российским журналистам, в котором прозвучали разные вопросы от подарка коллеге Путину до противостояния ядерной угрозе. Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась неформальная встреча глав государств членов СНГ. Участие, само собой, принял и белорусский лидер, и традиционно Александр Лукашенко не оставил без внимания журналистов союзного государства. Так что еще до начала саммита в прессе появились яркие и хлесткие заголовки. А за столом переговоров обсудили устойчивость экономик стран СНГ, переход на национальные валюты во взаиморасчетах и меры по разрешению конфликтов в регионе. Сегодняшняя встреча лидеров стран Содружества в Константиновском дворце – своеобразная сверка часов перед ежегодным полноформатным саммитом, который пройдет на следующей неделе в Восстане. У нас действительно много вопросов. Мы пока сейчас собирались, уже начали обсуждать некоторые из них. И они все представляют для нас такой существенный интерес в сфере экономики, социальной области, в международном правовом аспекте. И уверен, что мы сегодня проведем полезную встречу. В нашем кругу затронемы, конечно, и вопросы, связанные с проблемами обеспечения безопасности на пространстве Содружества. Ведь помимо Украины, где происходят действительно трагические события, и между, к сожалению, между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты. И это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению. Экономическое сотрудничество между нашими государствами последовательно расширяется. В прошлом году товарооборот России со странами СНГ увеличился более чем на 30%, до 96 миллиардов долларов. А в первом полугодии этого года вырос еще на 7%. Уверен, развить такие позитивные тенденции позволит более энергичный переход на национальные валюты во взаимных расчетах между странами Содружества. Собственно говоря, мы с вами делаем это на протяжении уже многих лет. И это никак не привязано к какой бы то ни было политической конъюнктуре. Сегодня, кстати, Владимир Путин празднует юбилея, потому российские журналисты у президента Беларуси интересовались, что подарил Александр Лукашенко своему коллеге и другу. Глава государства скрывать не стал. Подарком стал особый трактор ручной сборки от Минского тракторного завода. А трактор какой, Александр Григорьевич? Такой, на котором я работаю в Беларуси. Самый лучший. Ручной сборки. Со всеми насадками? Ну, насадок их, знаешь, миллион, поэтому это по желанию. Но я ему предложу одну насадку, как-то намешивающуюся сеянку. Будем сеять хлеб. Может, еще что-то, она универсальная. Вырастим и дудим Моровецкому, Европе, чтобы не голодали, чтобы не воровали в Украине хлеб, а везли бедным в страну. Александр Григорьевич, а какой выход из сегодняшней международной обстановки, по вашему? Зачем нам выходить из какой-то международной обстановки? Из международной обстановки выход должны искать не мы. Мы туда не входили, и выходить оттуда мы не собираемся с какими-то потугами. Они пускай ищут с этой международной обстановки, куда они зашли. Но один вам совет. Вы не все знаете. Они ищут этот выход уже давно. Граница безопасности наша западная? Наша западная. Сложно сказать. Вы же слышали заявление, что якобы уже договорились, арсеналы ядерного оружия переместим в Польшу. Они... Будем думать. Мы уже решили. Но еще раз подумаем, как на это отвечать. Не волнуйтесь. Все будет нормально. После неформальной встречи Александр Лукашенко и Владимир Путин около часа общались один на один, вплоть до отъезда белорусского президента в аэропорт. Продолжение следует...